Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Goal Kick Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать свой личный под названием Star. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, когда произойдет Inject. Все отлично. Inject прошел. Далее вставляем скрипт в сам чит и нажимаем на кнопочку Exclude. Вот так вот он выглядит. В принципе, функции немного. Так, значит, давайте скажу сразу. Насчет первой функции. Это AutoFarm. Чтобы он у вас работал, вам первым делом нужно выбрать мир. То есть, здесь указано как World, получается. Как я понимаю, это вроде бы как переводится мир. Но это не мир, а локации. Вот, то есть, допустим, выбираем первую локацию. Это, ну, здесь она находится, вот это поле. А в World 2, это уже, получается, следующая у нас локация идет. Так, все, отлично выбрали. И после этого только можно включать AutoFarm. Как видите, у нас ТП хейт, получается, на середину локации. И отсюда мы забиваем голы. Ну, а сейчас не получилось забить. В штангу попал. А так, в принципе, фарм идет. Уже три раза почему-то промахнулся. Ну, ладно. Вот, все, сейчас попал. Отлично. Ну, короче, получается, смотрите, если вы первым делом не выберете, на какой локации вы будете забивать голы, то у вас крашенец Роблокс и вам придется перезаходить. Так что первым делом, естественно, включайте локацию, на которой будете фармиться. И после этого включайте автофарм. Потому что я перед этим проверял. Если сразу включить автофарм, то крашенец с Роблокса. Далее. Также здесь есть функция, получается, фарм голов. Включаем ее. Как видите, нас ТП хает вот сюда. То есть на самую ближнюю дистанцию. И с нее мы фармим, получается, наши голы. То есть сколько мы их забили. Не знаю, здесь есть статистика или нет. Не знаю, для чего оно вообще нужно. Но, скорее всего, для чего-то это нужно. Так, все, выключаем. И давайте попробуем выбрать вторую локацию. И включаем автофарм. Сейчас нас туда ТП хнет. Все ТП хнуло. И смотрим, сможем забить мы или нет. Ну, как и вижу, не хватает либо силы, либо точности. Может быть и того, и другого. Ладно, давайте тогда пока выключим. Потому что голы мы забить с вами не сможем. Идем дальше. 100% all the time. Не знаю, для чего эта функция нужна. Вот, я проверял. Вроде бы она ничего не дает. Далее апгрейды. Честно, не знаю, что здесь лучше. Давайте посмотрим. У нас есть сила, меткость и скорость. Скорость в основном особо-то и не нужна, я думаю. Получается, скорее всего, нам нужна силу и точность. Значит, в апгрейдах выбираем, что нам точно нужно. Вот, kick power. Это сила. Так, все выбрали. И включаем функцию автобай апгрейд. Как видите, автопокупка пошла. Все работает отлично. И по ходу максимум я могу купить... А, нет, у меня просто монеты закончились. Ладно. И также давайте прокачаем меткость. Все, отлично. И теперь попробуем забить голы со второй локации. Не знаю, получится или нет. Смотрим. Так, а где мячик? Почему-то я его не вижу. Он куда-то пропал. Странно. Так, давайте выключим. И заново включаем. Вот, все появился. Отлично. Вот, теперь силы мне хватает. Но, вроде бы как, я не попал. Да. Нужно, получается, еще прокачать точность. Тогда включаем эту функцию. Пусть она пока работает. Прокачивает нам точность. Вот, сейчас попал. Отлично. Сколько мне за это монет дадут? Ну, что-то маловато дают. Хотя, вроде бы, я попадаю. Ну-ка, давайте камеру отдалим. Так, не могу заметить, где мой мяч. Вот, да. Кстати, я попадаю. Но монет почему-то очень мало дается. А, у меня же включен на автобгрейд. Давайте выключим. Вот. Теперь, как видите, фарм пошел намного быстрее. И монет намного больше прибавляется. Отлично. То есть, все-таки, лучше прокачивать, получается, силу удара и точность. Потому что скорость, она, ну, в принципе, особо, я думаю, не нужна. Так, давайте еще прокачаем. 25 тысяч гемов я получил за что-то. Только не знаю, зачем. Так, ладно. В принципе, эти функции показал. Я думаю, вы поняли смысл, как ими пользоваться. Вот. Получается, когда вы, допустим, покупаете следующую локацию. Это вот, допустим, у меня третья локация. Здесь просто выбираете World 3. И все. И с нее, получается, забиваете голы. Так. Идем дальше. Давайте проверим функцию AutoClaimGifts. Это, получается, вот эти подарки, которые я могу собрать. Получается, сейчас мне доступно 4 подарка. Давайте попробуем с помощью этой функции собрать. То есть, с помощью, да, этой функции. И, как видите, получилось. Отлично. Все, все награды собрались, которые мне были доступны. А дальше, автореберст. Не знаю, получится сделать у меня его, нет. Но, как видите, не получается. Это значит, у меня не хватает либо монет, либо еще чего-то. Не знаю, за счет чего здесь делается реберст. Вот. Так. Ага. Нужно, получается, миллион монет. Ну, когда миллион монет выкупите, то сможете сделать автоматически реберст. Идем дальше. AutoClaim Premium Benefits. Как-то так. Эта функция читается. Не знаю, правильно я прочитал или нет. Давайте посмотрим, что она делает. Она, короче, что-то должна собирать. Но, вроде бы как, у меня ничего не собирается. Как я понимаю, эта функция предназначена для тех, у кого есть премиум на аккаунте. Скорее всего, если у вас премиум не куплен, то, скорее всего, вы собрать ничего не сможете. Так, здесь у нас индекс, это понятно. И, получается, осталась у нас самая последняя функция. Это AutoBuyChest. Вот сколько он стоит? 300 монет. Окей, есть подороже? Подороже есть. Но у меня чуть-чуть не хватает. Ладно. Давайте этот попробуем купить. Значит, заходим в Select Tag. И здесь нужно выбрать название сундука. Скорее всего, вот самый дешевый сундук, это самый первый. Давайте проверим. Включаем функцию. И пока ничего не происходит. Окей, возможно, не тот выбрал. Окей, здесь еще есть. Давайте City выберем. Не знаю, как точно эта функция здесь работает. Просто названия у сундуков вроде бы не указаны. Да, к сожалению, названия не указаны. Так, а если просто, допустим, его купить я смогу? Да, просто купить я смог. Окей. Так, а что мне выпадет? Очень долгая анимация, открытие. Все. Так, здесь вроде бы, да, вот, как видите, написано здесь название у сундуков. Отлично. Спортс. Название. Ищем. Вот он. Оказывается, он самый последний. И включаем эту функцию. Да, и как видите, автооткрытие работает. И открывается намного быстрее, чем вы открываете вручную. В принципе, я думаю, функция полезная. Смотрим, что за мечи мне выпали, значит. А, нет, кстати, слушайте. Все-таки открытие не быстрое. Просто покупается быстро, открывается очень долго. Как я понимаю, сейчас по очереди будет происходить вот это вот все, открытие мечей. Ну, это очень неудобно сделано, если честно. И пропустить вроде бы как нельзя. Если не ошибаюсь. Да. А пропустить, к сожалению, нельзя. И придется, короче, ждать, пока у вас анимация открытия пройдет. Ну-ка, мяч я могу пулять. Мяч могу пулять. Но зайти в инвентарь мне пока что не дает. Ладно, подождем. Сейчас посмотрим, какой самый лучший мяч нам выпадет. Мне уже, получается, выпал. То есть, два выпали самых редких. Это получается теннисный вроде. Или не теннисный. Не знаю, как правильно он называется. Баскетбольный мяч мне выпал. И все, в принципе. А теннисный, да. Теннисный не выпал, а это какой-то другой. Не знаю, что это за мяч. Так. Вроде бы сейчас у меня получилось проскипать. Кстати, вроде бы да, можно скипать, когда нажимаете на кнопку инвентаря. Если не ошибаюсь. Все, мне получается три самых редких, самых сильных мяча выпало. Отлично. Ну и, по-моему, если не ошибаюсь, анимация все-таки скипается. Интересно, много мне там осталось открывать или нет? Надеюсь, что нет. Потому что, если честно, я уже замучился на эту анимацию смотреть. Конечно, очень плохо то, что разработчик так сделал. Это, ну, довольно большое убийство времени в этом режиме. Хотя, с другой стороны, ему это выгодно, чтобы люди дольше играли. Все, отлично. Наконец-то анимация вся прошла. И получается, как я понял, самый сильный мяч это на 1.3. Одеваем его. Все, отлично. Также мы можем остальные продать, в принципе, которые нам не нужны. Просто их выбираем. Все. И продаем за 300 монет. В принципе, довольно мало получили. Также у мячей есть какая-то суперсила. А вот у этого мяча сила 4 получается. Здесь, не знаю, как это переводится. Далее, сила 3 и слов. Это, вроде бы, замедление, если не ошибаюсь. Не знаю, если честно, какой энчант лучше. Ну, я думаю, скорее всего, на силу лучше. Давайте, кстати, попробуем на силу взять. Вот, на силу 4. И попробуем забить гол. Так, тпхаемся на вторую локацию. И смотрим по-быстренькому. Так, попаду я сейчас в ворот или нет. Да, отлично, в ворот попал. И фармится, как видите, довольно много монет. И вот, таким образом, быстренько копите монеты. И открываете следующие локации. Ну, ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok